Наша фирма, дочерняя компания Ida Group Holdings, которая является лидером малоэтажного домостроения в Японии. И, как Вы сказали, Ida Group Holdings сейчас разрабатывала российский проект «План инвестиций в домостроительные отрасли Дальнего Востока». Но хочу еще добавить, что позавчера я подписал с губернатором Приморского края соглашение о намерении разработать инвестиционный проект в сфере туистско-рекреационной сфере на острове Русский, предполагая, будет ТОР на острове. Что касается российского проекта Ida Group Holdings, это разделяется на три этапа. Первый этап – это обеспечение стабильных поставок древесины путем приобретения российского лесозаготовливающего предприятия, имеющего в аренде лесные участки и строительства деревообрабатывающего комбината. Второй этап предполагает начало строительства малоэтажного жилья эконом-класса на территории Дальнего Востока в объеме до 3000 единиц в год. Для этого планируется строительство завода по производству модулей для деревянных домов. Третий этап – это расширение деятельности компаний на всю территорию Российской Федерации и выход на рынки соседних стран. Но, к сожалению, в настоящее время реализация российского проекта затронулись в связи с невозможностью получить согласование на покупку акций российской компании от Федерального антимонопольной службы. Компания, которую эта группа собирается приобрести, имеет в аренде причал для перевалки лесоматериалов и по этой причине попадает под определение стратегического предприятия, разрешение на приобретение которого должна дать специальная комиссия правительства Российской Федерации. Несмотря на то, что все ходатайства были поданы более полгода назад, решение по выдаче разрешения так и не было принято. Наши инвестиции, инвестиционные проекты направлены в первую очередь на развитие городской среды и повышение уровня жизни жителей Дальнего Востока. Кроме того, он предполагает привлечение высоких технологий и создание продукта в большой добавленной стоимостью, которую можно будет направлять на экспорт, что полностью отвечает экономической политике правительства Российской Федерации на Дальнем Востоке. В этой связи я хотел бы получить совет, каким образом выстроить взаимодействие с центральными органами власти, чтобы избежать подобного рода даджерджек, которые мешают продвижению международных инвестиционных проектов и реализации программ социально-экономического развития российских регионов. Спасибо большое.